Первый тираж романа «Гарри Поттера и философский камень» составил всего 500 экземпляров, из которых 350 так и не были распроданы и отправились по библиотекам. А вот первая книга рассказов нижегородского акушера-гинеколога Татьяны Пановой с лёту разошлась тиражом 800 экземпляров, причём все книги были выкуплены ещё до того, как их напечатали. Секрет такого потрясающего успеха прост. Многие читательницы тесно сплелись с судьбами с автором и обязаны ей самым большим счастьем в жизни. Татьяна Вадимовна – это человек, который принимал у меня роды сложные. Она принимала моих племянников, и она привела в этот мир моих Пашку и Дашку, которые совершенно потрясающие. Книга «Рождение космоса» состоит из трёх частей. В одной части автор делится воспоминаниями о детстве и рассказывает о своей семье. Большая часть книги – случай из медицинской практики. В жизни сюжеты иногда закручиваются круче, чем в Санта-Барбаре. Это совершенно необыкновенное космическое явление, когда в мир приходит новый человек. И вот об этом именно со стороны врача я попыталась и написать. Армию своих поклонников Татьяна нашла на одном из так называемых «мамских форумов». Первый же напечатанный рассказ произвёл, по словам автора, эффект разорвавшейся бомбы. Читатели ждали продолжения. Татьяну Вадимовну я знаю давно заочно. Меня на её рассказы дочь подсадила. Я ей плакала и смеялась. У меня море эмоций, восторга. Я читала, плакала. Это взгляд на нашу жизнь, жизнь мамы, да, с другой стороны, со стороны доктора. И вот как она всё это чувствует, переживает, болеет душой. К слову, коллеги-врачи о писательском таланте Татьяны Пановой узнали одним из последних. На работе заведующий отделением областного перинатального центра рассказы читать некогда. Ирина Стефанюк, Владимир Гайдай, Время новостей.